здравствуйте мои ненаглядные любители пошаговых стратегий вы слышите лёшу халецкого и это обзор игры anti hero давно на канале не было обзоров да просто потому что не выходило игр на которые хотелось бы сделать обзор и вот такая приятная неожиданность совсем небольшая игра всего на 160 мегабайт от инди студии и затянуло надолго прямо вам признаюсь вообще мне кажется в последнее время именно от независимых разработчиков стоит ожидать чего-то интересного необычного затягивающего да даже красивого как ни странно это звучит хотя трипл эй проекты конечно обладают лоском по золоты но души в них во многих просто нет а вот независимые разработчики всячески стараются обратить на себя внимание и надеюсь мой обзор игры anti hero поможет и вам обратить внимание на эту игру тем более что она вот именно из жанра наших любимых пошаговых стратегий в чем идея вообще в первую очередь когда я вот начал играть в anti hero она мне напомнила старую нинтендовскую игрушку может кто-нибудь из вас помнит spy versus spy когда два вора бегают по комнатам одного дома надо собрать все вещи которые в доме есть точнее даже не собрать а украсть при этом мешает друг другу кто первый из воров это сделает и убежит из дома то ты победил идея anti hero в общем-то похоже только вместо дома кварталы викторианского лондона вместо вещей заказы на убийство возможность грабить целые дома собирать компромат и ну и вместо реального времени ходы по очереди у вас на карте имеется две гильдии одна ваша другая соперника во время вашего хода вы че ваш герой из гильдии выбегает исследует закрытые места на карте то что открыл может использовать например в домах может воровать в различных специальных зданиях размещать своих подручных по карте размещать членом своей банды либо убивать подручных соперника и так далее и так далее вообще возможностей не так уж и много но как ни странно игра обладает приличной стратегической глубиной и вариантов тут множество как таковых ресурсов всего два это деньги за которые вы нанимаете различных подручных и керосиновые лампы которые являются аналогом очков науки за них вы открываете усовершенствование в гильдии чтобы увеличить прирост и того и другого вам надо захватывать определенные здания кроме того в игре шесть различных подручных начиная от мальчиков на побегушках и за оканчивая наемными убийцами у каждого из ваших подручных различные возможности они отличаются по своему способу использования и вот это собственно все и создает в игре огромное множество различных стратегических вариантов и событий карт на которых происходят события всего четыре но разнообразие достигается за счет того что в каждой партии специальные здания на этих картах расположены в разном случайном порядке поэтому невозможно выработать какую-то одну стратегию несмотря на то что действительно и ресурсов и юнитов в игре не так уж и много основной режим в котором вы будете проводить основное время в игре это конечно противостояние с живыми соперниками в этом антихиро чем-то напоминает шахматы но поначалу надо пройти кампанию сразу рекомендую все карты кампании проходить на последнем уровне сложности кампания в общем-то является аналогом обучения и пройдя ее вы уже более-менее с игрой разберетесь да сразу предупрежу что в игре нету русского языка к сожалению но она очень по моему проста для понимания если вы английский изучали в школе то понять что происходит в антихиро по моему вообще не должны никакого труда составить в кампании есть простенький сюжет но он чисто для проформы а бы был главное как я и сказал идея кампании это обучить вас и подготовить сетевым баталий интересно что против людей есть аж два режима 1 это обычный матч который происходит прямо здесь и сейчас то есть каждому игроку выдается таймер и выходите по очереди а вот второе это аналог игры по переписке у вас может быть множество партий в которых вы делаете ходы даже если соперник оффлайн ему просто приходит уведомление по имейлу что его ход настал ну и вам тоже конечно вот у меня на данный момент аж 15 партий идет и в среднем одна партия занимает так как 10 до 20 ходов так что надолго битвы воров не затягиваются кроме того в антихироу по моему мнению очень классная визуальная составляющая и звуковая пусть и как я и говорил события происходят в викторианскую эпоху в лондоне но при этом изображение в игре явно отсылают ко многим ко многим бандитским фильмам например банды тут выглядит явной отсылкой к бандам нью-йорка если помните фильм с леонардо дикаприо и дэниэлом дэй льюисом так вот глава банд в антихироу явно списан с героя дэниэла дэй льюиса мясника катинга мальчики подручные явная отсылка к оливеру твисту среди персонажей вы можете увидеть и тотал бисквита и джесси кокса кроме того озвучка всех персонажей прикольная в общем несмотря на то что это явно такой инди проект но разработчики художники не сделали его схематичным это вот случай darkest dungeon когда визуальный стиль отлично работает на общую атмосферу игры и тоже заставляет в нее возвращаться не только стратегическая составляющая вообще пожалуй эта игра неплохо бы себя чувствовала на планшетах но я честно говоря не в обстоне в магазине приложений для андроидов антихироу не нашел среди претензий которые можно предъявить анти герою это пожалуй все таки малое количество контента которые есть в игре но лично для меня не это главный определяющий фактор по которой мне нравится ли не нравится игра а то что ты в этой игре проводишь много времени тебе хочется в нее возвращаться и в этом антигерой для любителя пошаговых стратегий действительно хорош на данный момент для россии игра стоит 349 рублей а вот для америки 15 долларов или европы 15 евро вот это наверное действительно завышенная цена при том что тут всего лишь коротенькая кампания с маленьким куцым сюжетом и основном вам надо себя развлекать в игре против живых соперников вы правда конечно можете против искусственного интеллекта на тех же картах поиграть но это не так интересно поверьте явно видно что разработчики еще будут какие-то дополнения выпускать но по-моему уже в том виде который есть в анти хироу играть очень интересно кстати я думаю что из анти хироу вышла бы неплохая настольная игра для двух человек и не удивлюсь если она действительно где-то и продается в виде настольной игры но в компьютерном варианте просто все динамичнее происходит еще раз повторю визуальный звуковой стиль конечно великолепен надеюсь мой обзор привлечет к игре больше внимания потому что на данный момент я смотрю по статистике всего 10 тысяч проданных копий по моему она заслуживает намного большего ну и конечно чуть позже я сделаю стрим по этой игре чтобы вы увидели геймплей и поняли стоит ли вам приобретать эту игру если у вас еще остались сомнения после моего обзора ну а вы слышали лишь у халецкого играйте в умные игры и не забудьте поставить лайк раз досмотрели до конца удачи и пока